Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного в студии Ксения Тризна. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Центральный парк культуры и отдыха Заречья меняется на глазах. Процесс реконструкции в самом разгаре. Работа идет полным ходом, работает много техники, работает достаточно людей. Практически на всех объектах центрального парка работы идут. Поэтому я надеюсь, что в начале сентября мы также центральный парк сможем открыть для наших жителей. В России прошел единый государственный экзамен по математике профильного уровня. В Заречном его сдавали 159 выпускников. Продолжительность экзамена 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов 27. Ну, конечно, для того, чтобы в ВУЗ поступить, надо бы побольше набрать. И можно пользоваться сегодня на экзамене линейкой. Зареченские школьники завоевали серебро на областном этапе военно-спортивной игры «Орленок». Соревнования прошли в дистанционном режиме. Подготовка проводилась фактически тоже в онлайн-режиме. С использованием и видеоконференции в Зуме с ребятами, с использованием электронной почты. Ну, соответственно, группа в Вайбере, скажем так, в мессенджерах. А теперь об этих и других событиях подробнее. Центральный парк культуры и отдыха Заречи преображается. Здесь продолжаются работы по реконструкции. Уже проложены инженерные коммуникации. Заканчивается укладка тротуарной плитки. Идет обустройство спортивных площадок. Все это стало возможно благодаря тому, что Заречный стал победителем Всероссийского конкурса «Минстрой России» на лучший проект создания комфортной городской среды и получил 85 миллионов рублей. Ход работ по реновации главной городской территории отдыха проверил глава Заречного Олег Климанов. О выездном совещании в парке сюжет Натальи Елистратовой. В Центральном парке Заречного практически завершены работы по укладке тротуарной плитки. Подрядной организацией в полном объеме выполнены работы по прокладке электрических кабелей. Реновация парка идет по утвержденному плану. В этом убедился глава Заречного Олег Климанов во время выездного совещания. Работы идут полным ходом, работает много техники, работают достаточно людей практически на всех объектах Центрального парка. Работы идут, поэтому я надеюсь, что в начале сентября мы также Центральный парк сможем открыть для наших жителей. Работы по реновации Центрального парка начались в конце апреля. Весной территория от зала игровых автоматов до открытого бассейна стала большой строительной площадкой. Перед подрядной организацией стоит задача преобразить эту территорию до сентября текущего года. Большой объем работ по плитке, по устройству спортивных площадок, по устройству чаш фонтана. Сейчас на площадке работает 30 человек, 4 единицы техники, поэтому все, что возможно, все задействовано. Концепция обновления парка была признана победителем Всероссийского конкурса Минстроя России на лучший проект создания комфортной городской среды. Большая часть работ финансируется из федерального бюджета. На обновление ЦПК и О городу выделено 85 миллионов рублей. Реконструкция пройдет в два этапа. После первого в парке появится сухой фонтан, игровые и спортивные площадки, фудкорт и многое другое. По проекту первая очередь работ по реновации должна завершиться до начала осени. Следующий этап обновления главного места отдыха зареченцев начнется в 2021 году. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». 10 июля в России зафиксировано 6635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Пензенской области диагноз COVID-19 подтвердился у 35 жителей региона. Среди них двое детей 7 лет и 10 месяцев. В «Заречном» подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зафиксировано. Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен по 26 июля включительно. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте правительства Пензенской области в четверг, 9 июля. Постановление предполагает разрешение работы санаториев, в которых будут проходить реабилитацию медицинские работники, переболевшие коронавирусной инфекцией. Кроме того, изменен порядок въезда на территорию Пензенской области граждан, вернувшихся из-за границы. В частности, они обязаны сообщать о своем возвращении в Россию, месте, датах пребывания на территории других государств и контактную информацию на горячую линию по номеру телефона 420947, а также обязаны пройти обследование на коронавирусную инфекцию. Въезд на территорию Пензенской области иностранных граждан из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на инфекцию, полученных не позднее, чем за двое суток до даты отъезда с территории иного государства. Иностранные граждане также обязаны сообщать о своем прибытии в Пензенскую область. Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен. Это значит, что зареченцам по-прежнему необходимо соблюдать ряд требований по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В этой связи глава Заречного Олег Климанов дал короткое интервью нашему каналу. Здравствуйте, Олег Владимирович. Здравствуйте, Геннадий. Губернатор Пензенской области подписал постановление о продлении режима повышенной готовности еще на 16 дней. В этой связи, наверное, уместно напомнить горожанам о тех правилах и нормах, которые действуют на территории нашего города на этот период. Да, действительно, губернатор вчера подписал постановление о продлении режима повышенной готовности по 26 июля. В связи с этим, наверное, нужно поговорить с нашими телезрителями о том, что поменялось. Если касаться всего региона, то в основном изменения затронули правил въезда на территорию Пензенской области граждан, прибывших из-за границы. Если говорить о том, что затронуло жителей города Заречного, то здесь я хотел бы отметить, что если раньше те, кто приезжал в город Заречный из других регионов, должны были сообщать о своем прибытии, должны были находиться на самоизоляции 14 дней, сейчас эта норма отменена. Но если гражданин прибывает к нам из-за границы, то есть если наш житель, житель города Заречного выезжал за границу и возвращается, то он обязан в течение трех суток пройти тестирование, сдать тест, ну, соответственно, по прибытии сообщить о своем прибытии, как и раньше это делалось. После получения отрицательного результата по тесту, соответственно, никакого режима самоизоляции не предусматривается. То, что касается въезда по талонам, вкладышам к нашему пропуску, то это правило у нас не поменялось, это требование сохраняется. Въезжать по талонам, вкладышам можно при наличии справки о прохождении теста с отрицательным результатом. Если я правильно понял, масочный режим, это все сохраняется, въезд-выезд работающих в Пензе или для дачников, все остается по-прежнему. Все, что было, все осталось так, как есть. Вот те изменения, которые произошли, я про них сказал. Олег Владимирович, Вы держите ситуацию с распространением коронавируса в Заречном на особом контроле. Вот как бы Вы ее охарактеризовали с учетом последних данных по заболевшим и выздоровевшим? Да, ситуация находится у нас под контролем. Ситуация, как я вот отмечаю в последние несколько своих интервью, ситуация положительная. То есть количество заболевших у нас сокращается. Если подвести итоги последней недели, то можно сказать, что у нас за прошедшую неделю выздоровело 106 человек, заболело 78. То есть на 28 человек у нас количество заболевших сократилось. И на этой неделе мы перешли такой своеобразный рубеж, своеобразную границу. У нас количество одновременно болеющих стало меньше 300. На вчерашний день у нас в стационаре находилось 40 человек. Амбулаторно лечилось 235 человек. В Пензе лечилось 3 человека. То есть это уже ниже, чем 300. Это все отрадно. Но есть здесь один негативный фактор, и я хотел бы про него сказать. У нас за эту неделю стало больше болеть детей. Если в начале недели у нас болело 24 ребенка, то на вчерашний день болело 28 детей. Поэтому я обращаюсь ко всем родителям, чтобы они все-таки не расслаблялись, чтобы они за своими детьми следили. И вот о чем мы говорили, что и масочный режим, и режим социального дистанцирования, он не отменен. Коронавирусная инфекция пока у нас не побеждена. И если не соблюдать все ограничительные меры, они сейчас уже недостаточно строгие. Мы уже все привыкли и в масках ходить, и соблюдать дистанцию. Поэтому давайте соблюдать. И это наш путь к успеху. Олег Владимирович, вот по той информации, которую вы ежедневно получаете, можно ли сделать какой-то вывод о поведении зареченцев в период повышенной готовности? Соблюдаем ли мы эти правила? Или не соблюдаем? Или частично соблюдаем? Потому что вот был материал на нашем телевидении о штрафе, выписанном человеку, который нарушил правила карантина. Ну да, действительно. У нас еще встречаются граждане, которые нарушают карантинные правила, которые должны находиться дома в связи с тем, что они болеют. Они выходят за пределы своей квартиры и, соответственно, сразу попадают под действие статьи 6.3 административного кодекса. Наказание от 15 тысяч. Поэтому финансовая сторона – это одна сторона вопроса, но здесь главное, что они являются источником распространения вот этой инфекции, а это недопустимо. Поэтому я все-таки обращаюсь ко всем гражданам, пожалуйста, соблюдайте все правила, которые установлены. И то, что касается соблюдения граждан вообще всех установленных правил, ну, наверное, все-таки лето, жара каким-то образом влияют на поведение наших граждан. Вот я стал замечать, что в магазинах стало больше покупателей, которые находятся без масок. Вот это недопустимо, потому что расслабляться все равно нельзя. Потому что сейчас мы расслабимся больше, чем нужно, и получим новый всплеск инфекции. Поэтому давайте все-таки вместе доведем это дело до конца. И вот когда инфекцию мы с вами победим, вот тогда уже можно и расслабиться. Ну и завершающий вопрос. То есть говорить о каких-то послаблениях преждевременно, да? То есть разрешение работать, допустим, спортивным каким-то клубом, культурным учреждением, об этом еще рано говорить. Изменениями в постановлении, которые внес вчера губернатор, ничего этого не предусмотрено. Поэтому все эти ограничительные меры продолжают действовать. Единственное, что могу сказать, что касается послаблений, сегодня было эквенционное совещание, посвященное несовершеннолетним, которое проводил Иван Александрович Белозерцев. Дано указание разрешить тренировки на открытых спортивных площадках. Я уже дал указание председателю спорткомитета с тем, чтобы с завтрашнего дня разрешили занятия спортом на всех открытых площадках. Спасибо, Олег Владимирович. И к другим темам. Российские выпускники сдали очередной единый государственный экзамен. 10 июля они решали задания по математике профильного уровня. От проведения испытаний базового уровня по этому предмету в 2020 году решили отказаться. Тем, кому математика для поступления в ВУЗ не нужна, просто выставили оценку в аттестат по итогам года. В Заречном в пункт проведения ЕГЭ 10 июля пришли 159 выпускников. Подробнее в следующем материале выпуска. Обязательная термометрия, обработка рук. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в процедуру допуска в пункт проведения ЕГЭ включили дополнительные этапы. 10 июля 11-ти классники по всей стране сдавали экзамен по математике профильного уровня. В Заречном выполнить задание по этому предмету решили 159 детей. Продолжительность экзамена 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов 27. Ну, конечно, для того, чтобы в ВУЗ поступить, надо бы побольше набрать. И можно пользоваться сегодня на экзамене линейкой. Задания разбиты на два блока. В первом нужно дать краткий ответ, во втором – написать развернутое решение задачи. Как и прежде, все бланки распечатывают в присутствии школьников прямо в аудитории. Как и в прошлые годы, на экзамене присутствуют общественные наблюдатели. Из-за противоэпидемических мероприятий их количество сокращено. На ЕГЭ по математике профильного уровня в пункте проведения экзамена дежурили три человека. Как правило, наблюдателями становятся представители родительской общественности. На следующий год у меня ребенок сдает экзамены тоже. Очень хотелось посмотреть на всю эту процедуру, как это проходит, как подготовиться лучше, чтобы не волноваться. Думаю, что этот опыт нам пригодится, поэтому вот, ну, и заявила сама желание. А родители нынешних одиннадцатиклассников тем временем волновались за своих детей за пределами пункта проведения экзамена. Мамы все на валидолах, на корвалолах, вот, все переживают, ну, по крайней мере, мне ни в школе, ни в институте вот эти выпускные экзамены, я имею в виду в моей школе, так тяжело не давались. И со старшим было не так страшно. Теперь остается ждать результаты экзаменов. Этот период может занимать до двух недель. Следующий ЕГЭ запланирован на 13 июля. В этот день будут сдавать историю и физику. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Третий этап гидравлических испытаний теплосетей в «Заречном» прошел успешно. В результате проверки было и выявлено 14 незначительных утечек. По словам руководителя ресурсоснабжающей организации Ильи Байдарова, неисправности обнаружено значительно меньше, чем в предыдущие испытания. Тестирования под высоким давлением проводились на подающем трубопроводе теплосети. Проверки проходили в течение трех дней, по несколько часов, и на это время в городе прекращалась подача горячей воды. Обычно у нас порядка 20 утечек. Результат достаточно хороший. Теркуляцию запускаем. Есть, конечно же, дома, которые у нас не подключены с утечками на тепловых сетях, но основная масса домов уже может быть подключена. Следующий этап когда будет? К сожалению, на данный момент график устранения утечек у нас еще не готов. Мы его сформируем, но я думаю, что приблизительно через три недели. Это будет последний этап генералюческих испытаний. Будем испытывать обратный трубопровод. Думаю, что утечек должно быть тоже немного, потому что первые испытания обратного трубопровода достаточно успешно прошли. Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории Заречного. В это время требования, которые предъявляет Госпожнадзор, ужесточаются. В частности, разведение костров и использование открытого огня становятся серьезными нарушениями. Об этих и других мерах безопасности, которые необходимо соблюдать, жителям Заречного напомнили сотрудники МЧС. В рамках профилактического рейда они побывали в гаражных кооперативах и жилом секторе города. Александр Абаимов продолжит. Здравствуйте. В связи с повышенной пожароопасной обстановкой у нас в городе и не только и по области проходит рейд по гаражам. Напоминаем о правилах и мерах пожарной безопасности в гараже. Пожар легче предупредить, чем потушить. В Заречном состоялся очередной рейд по квартирам социально неадаптированных граждан и гаражным кооперативам. Владельцам гаражей сотрудники МЧС рассказали, как уберечь свою собственность от огня. Особое внимание уделили состоянию электропроводки. Напомнили, что в помещении гаража нельзя проводить пожароопасные работы, хранить старую из-под горючего, само горючее и масла. Граждан, нарушившие требования пожарной безопасности, будут привлекаться к административной ответственности. За первое полугодие 2020 года в Заречном было зарегистрировано 7 пожаров. Погибших и травмированных нет. Распространенными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Основное место возникновения пожаров – жилой сектор. Также в ходе рейда бесконтактным способом были распространены информационные памятки. Особое внимание уделили социально адаптированным жителям города. С помощью этих памяток они лично смогут ознакомиться с нужной информацией по пожарной безопасности. Сотрудники Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России напоминают зареченцам, что с 31 марта 2020 года на территории города введен особый противопожарный режим. В связи с этим нельзя разводить костры, сжигать мусор или сухую траву, проводить пожароопасные работы без соответствующего разрешения. Нарушители режима будут привлекаться к административной ответственности. Александр Абаимов, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания Заречный». Зареченские школьники стали серебряными призерами областного этапа военно-спортивной игры «Орленок». В этом году соревнования прошли в онлайн-формате. Наш город представляли ученики школы номер 226. О том, как сдавать строевую подготовку и другие дисциплины в дистанционном режиме, они рассказали нашему корреспонденту. Зареченские школьники вновь в числе лучших команд на областном этапе военно-спортивной игры «Орленок». В этом году честь города на региональных соревнованиях защищали ученики 226-й школы. Выбор в их пользу склонился благодаря победам в конкурсах «Есть такая профессия – родину защищать» и «Сурский рубеж». Сам «Орленок» в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции прошел в онлайн-формате. Подготовка проводилась фактически тоже в онлайн-режиме. С использованием и видеоконференции в зуме с ребятами, с использованием электронной почты, и, соответственно, группа в «Айбере», скажем так, в мессенджерах. Ну, как вот видите, результат оказался очень хорошим. Ребята повторили свой прошлогодний успех. Многие участники сборной команды «Заречного» уже имеют опыт выступления в финале областного «Орленка». Год назад они завоевали серебро региональных соревнований. В дистанционном режиме каждый представитель команды отвечал за свою номинацию. Ошибка или неверное выполнение задания одного могли стоить медали и пьедестала для всей сборной. Для меня это была строевая подготовка и спасение на воде. Спасение на воде готовился сам лично. То есть, ну, максимум мне выдали материал, который я должен был подготовить, и я его в итоге подготовил. А сдавать в онлайн-режиме немного неудобно, но в целом, в общем, мне понравилось. Выступал я в номинации конкурса ПДД, отвечал на вопросы, ну, занял второе место, потому что мы готовились дистанционно. Как-то это, если честно, неинтересно вообще. Как-то не хватает, чтобы были сузи, чтобы видеть их реакцию. В итоге победителями областного этапа военно-спортивной игры «Орленок» в очередной раз стали воспитанники Кадетской школы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий номер 70 из Пензы. Серебро у зареченцев. Бронзовые награды завоевали школьники из Городищенского района. По мнению Игоря Филиппова, у нашей сборной есть потенциал, чтобы в будущем претендовать на самые высокие места. Опыт у них уже колоссальный. Если на будущий год я сохраню всю команду, добавим знаний в практике, особенно касается медицины и поисково-спасательной работы на воде, действий при заражении территорией химическими веществами. Все эти навыки нужно отрабатывать, дорабатывать, в том числе и знания правил дорожного движения. Думаю, что нам по силам. Ну, второе место для нас как бы очень крутое, потому что, как известно, 70-я школа, она специальная Кадетская школа по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Вот с ними тягаться очень тяжело. Теперь ребята ушли на заслуженные каникулы. Однако с началом нового учебного года они вновь приступят к тренировкам. Чтобы вновь стать лучшими в Заречном и постараться завоевать награды наивысшей пробы в регионе. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Пятеро зареченцев всего за два дня попались на удочку мошенников. Они были обмануты по одной и той же схеме. С ними связались якобы сотрудники службы безопасности банка, которые сообщили, что со счетов горожан некто пытается списать средства. Чтобы заблокировать операцию, зареченцев попросили снять деньги и перевести их на резервный счет. Они выполнили указания мошенников. Самые крупные потери составили 150 тысяч и 300 тысяч рублей. О том, какие схемы отъема денег у населения существуют сейчас и как не стать жертвами злоумышленников, мы поговорим с нашим гостем, начальником межмуниципального отдела МВД России Пазата-Заречный Анатолием Еремеевым. Интервью в студии сразу после рекламы. Не переключайтесь. Губернский доктор Я люблю свой город и знаю, с чего все начиналось. Я знаю о его создателях, о людях, которые внесли неоценимый вклад в развитие атомной отрасли и моей малой родины. Я хочу так же, как они, создавать свою историю. Поэтому я участвую в конкурсе «Слава Созидателям». А ты? Прими участие в двух номинациях «Один в один с Созидателем» или «Чем меня вдохновил Созидатель» на своей страничке в Инстаграм. Подробности о правилах и сроках проведения конкурса на сайте. Слава Дефис Созидателям.ру Технология «Росатома» на страже безопасности. На Дальнем Востоке приступили к строительству атомного ледокола «Россия». На 90% готовы брызгальные бассейны первого энергоблока «Курская АЭС-2». Смотрите в среду в 20.00. Конкурс социальных проектов «Росатом вместе» возвращается. Теперь в онлайн-формате. 21 город-участник, 16 социальных проектов, 4 конкурса. Викторина атомных городов в приложении «ГСР». Конкурс координаторов «Атомная команда города-2020». Лучший месячник госкорпорации «Росатом». День атомных городов. Участвуй в мероприятиях конкурса. Поддержи свой город в мобильном приложении «ГСР». Город-победитель получит главный приз. Подробности на rosatomvmeste.atomgoroda.ru Скоро стартует конкурс телерадиокомпании «Заречный». Выпускники 2020. Теперь в новом формате. Участвуй, побеждай и выигрывай ценные подарки от спонсоров. Следи за рекламой в эфире телеканала «ЗА-ТВ» и на сайте городзэк.инфо. Жилой комплекс «Грин Парк». Это европейское качество по российской теме. Звони. Подробности по телефону 231-001. Новости «Заречного» с новым годом. В эфире и у нас в студии начальник межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО «Заречный» Анатолий Еремеев. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Добрый вечер. Добрый вечер. Анатолий Иванович, вот в последнее время, ну даже не то, что в последнее время, в принципе, подобные сообщения, они никогда не пропадают с лент новостных. Всегда есть какая-то информация о том, что кто-то опять перевел деньги для злоумышленников. Вот на данный момент, какие вообще существуют схемы обмана, отъема денег у населения? Еще раз добрый вечер. Во-первых, хочется отметить то, что наш город остается территорией с одним из самых низких уровней преступности не только в Пенинской области, но и среди городов Росатома. Несмотря на это, доля вот таких преступлений, это дистанционные хищения, мошенничества, краж, так называемых преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, она у нас одна из самых высоких среди городов Пенинской области, она составляет 37%. Понимаете, вот эта закрытость нашего города, она никаким образом не защищает наших горожан именно от таких преступлений. Мало того, наше население, население нашего города наиболее подвержено как раз таким преступлениям. Это связано именно со спецификой территории, из-за того, что горожане являются активными пользователями этих услуг, электронных, скажем так, электронных денег, банковских карт, интернета. Вот. Ну и еще, может быть, говорит о том, что наши люди недостаточно понимают всю серьезность, механизм обмана. Несмотря на то, что вот с вашей помощью мы только в этом году опубликовали 107 публикаций данной направленности. Только наших публикаций, как вы говорите, еще не считая тех СМИ областных, федеральных, где рассказывается, причем подробно рассказывается механизм обмана. Это говорит о том, что люди не вникают, то есть недопонимают сути, несмотря на то, что, опять же, мы публикуем не в общем, не общую информацию, не статистику, а публикуем именно способ обмана. Доводим до населения конкретные факты обмана. Мало того, мы для себя как бы сделали такой вывод, что люди, слушая информацию о мошенниках, но не вникая в механизм обмана, после звонков злоумышленников, наоборот, знают о том, что такие преступления происходят, им говорят, что звонят со службы безопасности банка, они, вот, не хотелось так говорить, такую фразу, они ведутся и подвергаются обману. Мы после этого, в конце прошлого года, благодаря администрации был изготовлен график уступления в коллективах, мы стали общаться в коллективах, где подробно рассказывали о фактах, о механизме обмана. Это возымело определенный эффект, но когда народ ушел на самоизоляцию, и мы не имели возможности общаться, то рост таких преступлений, вернее, произошел резкий рост таких преступлений. То, что мы не могли общаться публикой, это первый момент, а второй момент, люди, находясь на самоизоляции, больше стали, значит, искать в интернете какие-то товары дешевые и совершать покупки. Ну, часто нарвались как раз на злоумышленников, их обманывали. То есть, вот, один из типов – это покупки на различных сайтах у непроверенных покупателей. А еще какие могут быть? Если говорить именно об актуальности, да, эта тема, эта покупка и продажа через интернет остается актуальной. Значит, в чем, как бы, основные моменты заключаются? То есть, люди могут стать жертвой не только во время покупки, то есть, не видят этого товара, перечисляют деньги, не на проверенных сайтах, скажем так, и в итоге становятся жертвой этих преступников. Либо, наоборот, размещая информацию о продаже какого-либо товара, злоумышленники выходят, и под предлогом того, что им необходимо перевести товар на вашу карту, там, другие различные предлоги, обманывают, получают доступ к банковским картам. То есть, когда люди сообщают информацию о банковских картах не только тот номер, который на лицевой стороне карты, который достаточен для перевода денег, но это диктует и три цифры с оборотной стороны, и вплоть до того, что даже сообщают смс-пароли, к которым поступаем к ним на телефон. Следующая, я бы сказал, сейчас наиболее актуальная тема, это списание денег с банковских карт. Как раз, о чем я говорил ранее, это звонки от лже-представителей банков, которые представляете, либо сотрудниками службы безопасности банков, другими работниками банков. В прошлом году ваши коллеги брали интервью у одной из мошенниц, которую мы привезли из Санкт-Петербурга в город. У него в интервью прозвучала такая фраза, что люди, когда слышат, что с ихними деньгами что-то происходит, они теряются, теряют самообладание и, скажем так, поддаются обману. То есть, это самый главный критерий. Все последние факты, которые у нас зарегистрированы, они как раз с этим и связаны. Люди, причем пожилого возраста, либо таким, скажем так, необразованным среди них, там все образованные люди с высшим образованием, возраст активный. Однако, они появились обману. Как они поясняют, что с ними очень убедительно разговаривали, что смс-сообщения поступали с номера 900. Ну, смысл такой примерно, что когда, значит, и с их банковской картой пытается злоумышленник провести какие-то операции, даже дистанционно, то есть, мс-сообщение все равно приходит на телефоны владельца телефона. Это понятно. Плюс сообщали, обращались по имени отчества, называли последние цифры банковской карты. Это информация тоже, которая, она доступна. То есть, если пытаться там на номер телефона провести какой-то перевод, то они высвечиваются именно имя, отчество этого владельца банковской карты и последние четыре цифры. Значит, немного меняют они механизмы обмана. Если в одном случае они просто просят продиктовать смс-сообщения, которые поступают к ним из банков, якобы для того, чтобы открыть для них безопасный счет, обезопасить их счет, перевести на резервный счет, то вот три последних факта, которые мы зарегистрировали буквально в прошлой неделе, они связаны с тем, что людям предлагается пройти к банкомату, снять деньги и перевести их, опять же, якобы на резервный счет. Понимаете, да? То есть, человек настолько был введен в заблуждение, что, ну, понятно, ладно, там человек был обеспокоен, что с его деньгами что-то произойти, но можно было снять и оставить их при себе, да? Они перечисляли, причем перечисляли на номера мобильных телефонов. Хочу сказать, что вот работают, ну, не хотелось сказать профессионалы. Профессионалы, наверное, бывают все-таки те люди, которые связаны с профессией, а здесь речь идет о преступности, но работают организованно. Мастера своего дела. Примерно так. То есть, вводят заблуждение профессионально, фразами, как они поясняют, но говорили именно профессионально, создавали какие-то шумы, как будто работает, значит, кулцентр, или как у них там по-другому называют в банках. Значит, когда у человека возникали сомнения в том, что, типа, я сейчас вот позвоню у полиции, перезванивали в одном из случаев из телефона, который определялся как телефон, принадлежащий у МВД России по Пенецкой области, у человека стоял определитель номера. И, значит, убеждали в том, что необходимо послушаться, пройти, перевести деньги, иначе вплоть до того, что запугивали, что могут быть привлечены к ответственности за пособничество мошенникам. Ну, в данном случае, вероятнее всего, работала программа подмена номеров. Что касается, опять же, про телефонов, телефоны могут поступать, чаще всего, причем поступают со стационарных телефонов, так называемой IP-телефонии, где определяется номер 8495, допустим, московский номер и так далее. Реже стали звонить сотовых телефонов. Опять же, в одном из случаев женщина, все-таки, читая памятки и наши публикации, помнит, что необходимо позвонить по телефону на оборотной стороне карточки. Она во время движения к банкомату злоумышленники ввели, то есть не давали возможности ей сбросить телефон. Она попросила знакомую, попутно с телефона знакомая позвонила, значит, попыталась позвонить на телефон горячей линии, который был обозначен на банковской карте, но оказалось, как впоследствии она не дозвонилась, оказалось, телефон банком был изменен. Вот такие моменты тоже бывают. Но что касается, каким образом это избежать, еще раз хотим обратиться к людям и попытаться объяснить, что сами сотрудники службы безопасности банка инициативно вам звонить не будут. Первое, чтобы не растеряться, если необходимо сбросить данный вызов, прийти в себя, обратиться за помощью к своим друзьям, знакомым, близким к нам в полицию. Телефоны 6080-02-599-602, они в общем доступе находятся, работают круглосуточно. Если у вас появилась возможность, опять же, самим лично позвонить на телефон горячей линии, который указан на банковской карте с обратной стороны, о чем я сказал, это вот единичные такие случаи, когда тебе банк именно поменял и не сообщил. Опять же, если уже что-то произошло, и вы успели какие-то действия произвести со своим телефоном, попытайтесь немедленно связаться, опять же, со своим банком и заблокировать свой счет. Что может нам помочь в раскрытии преступления? Это, соответственно, сохранить всю информацию, которая у вас появилась в телефоне в процессе общения. Может, очень нам может помочь запись голоса злоумышленников, доказывания. Чем раньше вы к нам обратитесь, тем, значит, либо мы поможем избежать обмана, либо обезопасить, проконсультировать вас. Вот, в принципе, так. Ну, вот, в принципе, специфика этих преступлений, вот как ранее говорилось, что, как правило, злоумышленники находятся где-то даже не в этом регионе, далеко расположены. И вот, чтобы их найти, ну, в общем, проще это предотвратить, чем потом все-таки попытаться вести их на чистую воду. Это какой-то сложный технический, что ли, процесс? Так и есть. Конечно, если вы помните, мы в прошлом году освещали, мы, значит, в прошлом году всем было у нас удачных командировок, где мы с различных регионов привозили людей, их привлекали к уголовной ответственности. В этом году была небольшая пауза с командировками, связанная, опять же, вот с этой пандемией. Ну, в настоящее время уже у нас две удачные командировки в этом году. Сейчас вот наши люди тоже находятся за пределами Пенецкой области в командировках. Тоже надеемся, что изобличат, привезут преступников, скажем так, к нам. Но основное я еще раз хочу отметить. Вот мы много говорим, много говорим СМИ, результат, эффект небольшой. Люди опять ведутся обманы. Именно по причине того, что не обсуждают, не обсуждают механизм обмана, как его избежать, как действовать. Это, наверное, основной момент. Поэтому необходимо постараться дома с детьми, между собой, на работе, все-таки обсуждать эту тему. Читать внимательно те публикации, которые мы публикуем. Злоумышленники, если и меняют что-то, это, во-первых, происходит медленно, происходит, ну, не так быстро. Они, как правило, механизм обмана один и тот же. И меняют детали, какие-то небольшие детали. А суть обмана, она везде одна и та же. Я поняла вас. Спасибо вам огромное за содержательную беседу. Я надеюсь, что и это интервью, и, в принципе, после него люди начнут действительно обсуждать, как это делится информацией друг с другом. И число таких преступлений все-таки пойдет на спад. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова